Спасибо, уважаемый господин председатель, уважаемые члены Совета. Хочу в самом начале своего выступления выразить сожалению по поводу того, что Совет ООН по правам человека в очередной раз будет вовлечен в рассмотрение доклада, который, к сожалению, не отражает реальность Республики Беларусь в беспристрастной и объективной манере. Как всем широко известно, Беларусь является ответственным участником международных отношений. Внутренняя ситуация в нашем государстве не угрожает ни региональной, ни глобальной безопасности. Наоборот, Беларусь вносит свой посильный вклад в дело мира и развития. Правительство Беларуси целенаправленно работает над развитием и модернизацией всего комплекса государственно-политических и социально-экономических отношений, ориентируясь на волю белорусского народа и руководствуясь международными обязательствами, в том числе в сфере прав человека. Думаю, лучшей иллюстрацией нашего развития является нахождение Республики Беларусь в самом верху группы стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала в рейтинге человеческого развития ООН. Беларусь ответственно сотрудничает со структурами ООН в сфере прав человека. Нашей страной пройдены два раунда универсального периодического обзора в 2010 и 2015 годах. В этом году Беларусь ликвидирует единственную задолженность перед договорными органами и представит доклад в Комитет по правам человека. В ближайшее время мы будем участвовать в диалогах по национальным докладам с Комитетом по пыткам, Комитетом по ликвидации дискриминации против женщин и Комитетом по ликвидации расовой дискриминации. В этом же году наша страна планирует ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, которую мы подписали в сентябре прошлого года. Тем самым мы расширяем круг наших международных обязательств. В настоящее время правительство Беларуси согласовывает первый в истории страны национальный план действий по реализации рекомендаций УПО и договорных органов. Эта работа ведется во взаимодействии с неправительственными организациями и командой ООН в Беларуси. Мы уверены, что национальный план, идея которого появилась после встречи президента Республики Беларусь и Верховного комиссара ООН по правам человека осенью прошлого года, станет важным дополнительным инструментом для дальнейшего совершенствования сферы прав человека в Беларуси. Мы пригласили господина Оль Хусейна посетить Беларусь с визитом. Беларусь открыта к взаимодействию с тематическими специальными процедурами по правам человека и направила открытое приглашение десяти мандатам. Беларусь ценит сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека, но полагает, что оно могло бы быть еще более активным. У ВКПЧ могло бы использовать возможности страновой программы ООН по содействию Беларуси на 2016-2020 годы, а также страновые программы про ООН, ЮНИСЕФ и УНФПА для нашей страны, которые создают широкие возможности для работы по тематике прав человека. Подчеркиваю, эти программы одобрены правительством Беларуси. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с теми иностранными государствами, которые обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси. В этих целях ведутся соответствующие двусторонние консультации и с США, и с Европейским Союзом. Нет вопросов, которые Беларусь не была бы готова обсуждать, включая смертную казнь и избирательное законодательство. Со всей ответственностью мы заявляем, что в Беларуси не было и нет ситуации, которая требовала бы неотложного внимания Совета. Мы также в очередной раз выражаем сожаление по поводу того, что средства на обеспечение деятельности специального докладчика не потрачены на нужды конкретных нуждающихся людей, и призываем Совет ликвидировать мандат как бесполезный. Как предыдущая практика Комиссии по правам человека, так и сейчас Совета по правам человека доказывает, что страновые процедуры и мандаты бесполезны с точки зрения их реального вклада в развитие сферы прав человека в конкретных странах. Вместо этого они только нагнетают атмосферу конфронтации и поляризации в Совете. Благодарю за внимание.